Данил Рябинин 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 об этом поподробнее, то сначала нужно вообще вспомнить нам, как говорит нам Господь Иисус Христос о заповеди любви к ближнему, что это важнейшая заповедь. Вот люби Господа Бога Твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всей помышлением Своим, и ближнего, как самого себя. То есть заповедь о любви, как говорит апостол Павел, это союз совершенства. Заповедь о любви включает в себя все добродетели. Заповедь о любви она не имеет ни начала и конца, так же, как вечен Бог, так же эта заповедь, она человека приближает к вечности. И Иоанн Богослов говорит, что, собственно, по причине любви Господь создал мир. Господь по преизбытку Своей любви создал Вселенную. И, следовательно, любовь руководила Богом, когда Он создавал. И человек, когда он приобретает любовь, то он становится богоподобным, то он действительно приближается к Богу. И мы не можем научиться любить Бога, если мы не научимся любить образ Божий, то есть любить ближнего своего, любить человека. Если мы брата своего ненавидим, то Бога мы любить никак не можем. Следовательно, нам, в первую очередь, надо научиться любить ближнего своего. Но Господь говорит, надо любить, как самого себя. любовь к самому себе – это есть как некоторая отправная точка. Есть именно такой эталон. Именно мы должны равняться именно на любовь к себе. Но задумываемся, а любим ли мы себя? Что такое любовь к самому себе? Именно любовь к себе – это чувство, которое нас руководит так же вечность. То есть любить себя мы можем только по-христиански, чтобы свою душу сберегать для Царства Небесного. То есть любить себя – это, иначе сказать, подуждать себя соблюдению заповедей. Человеческая природа, она искажена. Человеческая природа находится в греховном, падшем состоянии. Грех, он как зараза распространился на все человечество после грехопадения Адама и Евы. И вот поэтому человек находится в падшем состоянии. Наш разум помрачен. Помрачена наша душа, наше сердце, наша совесть даже. Вот вроде бы совесть – это орган душевный, который должен нами руководить, нам подсказывать. Мы говорим, что совесть – это голос Божий в человеке. Но и этот стержень, он тоже бывает в нас искажен. Когда священник во время литургии на херуинской песне читает молитву, он просит Господа, чтобы Господь избавил от совести лукавой. Вот именно у нас может проявляться даже лукавство такой совести. Потому что нам часто может зло казаться добром. Нам кажется, что мы совершаем благовидные, хорошие поступки. На самом деле, это мы просто не можем разобраться, где добро, а где зло. У нас зрение наше помрачено, наш ум помрачен. И поэтому мы не можем трезво рассуждать в своем падшем состоянии. И вот человек, он для того, чтобы приобрести любовь, должен соблюдать заповеди. Для чего Господь вообще дал заповеди? Дал нам как ориентир. Потому что мы уже своим умом не можем ясно представлять, как нам жить, как нам поступать. И Господь нам дает заповеди, как ограждение, как указатель. Что нам делать, и как нам быть. И вот если мы любим ближнего своего, если мы сдерживаем в себе гнев, если мы понуждаем себя в воздержании, если тело мы свое храним в чистоте, в целомудре, таким образом мы любим себя. Вот мы храним чистоту. Если мы живем церковной жизнью, если мы боремся с своими страстями, если мы, пребывая в молитве, и мы любим тишину внутреннюю, мы любим мир, покой, любим благодать, которую Господь нам дает, мы любим общение с Господом Иисусом Христом, мы причащаемся Его тайнам, мы любим эту жизнь христианскую, и тогда мы правильно любим себя. Потому что мы любим свою душу, мы ее сберегаем для вечности, для Царства Небесного. И наоборот, когда мы прелюбодействуем, когда мы оскверняем и тело, и душу свою, когда мы пьянствуем, когда мы раздражаемся, гневаемся, когда мы на ближнего изливаем желчь свою, вот тогда мы себя ненавидим, тогда мы, получается, себя губим. И таким образом, мы можем сказать, что правильно любить себя, это значит себя понуждать к соблюдению заповедей евангельских. И вот в человеке чувства искажены. Необходимая, естественная потребность к пище у нас превратилась в чревоугодие. Необходимость гневаться против зла, против греха у нас превращается в гнев против человека, против ближнего своего. И любовь, которая изначально была вложена в человеческое сердце, от природы, от сотворения человека, она у нас превращается в блуд, прелюбодеяние и самолюбие. И вот именно любовь, она у нас искажена, она превратилась в самолюбие. И также любовь к ближнему, она у нас тоже может быть искажена. И она превращается в человекоугодие. Когда человек упорабощен страстью самолюбием, он губит само себя. А когда в человеке действует человекоугодие, он губит не только самого себя, но и ближнего своего, и другого человека. Когда человек потворствует греху другого человека, не помогает ему соблюдать заповеди, не призывает его к церковной христианской жизни. Нет. А наоборот, позволяет ближнему своему жить во грехе и помогает ему исполнять страстные желания. Вот это есть человекоугодие. И почему сейчас вот это так вредно, и так это актуально говорит? Да потому что именно современные пороки, они от этого возникают. Вот, скажем, сейчас это ювенальная стица, в которой шумиха такая происходит, которая сейчас превращается буквально в современное гонение на христиан. Из чего она возникла? Конечно, из страсти человекоугодия. То есть, позвольте ребенку делать все. Нельзя ему ничего ограничивать, нельзя ему ничего указывать. Вот, нельзя его тем более заставлять исполнять заповеди христианские, ходить в церковь, молиться. Ни в коем случае. Что? Это человекоугодие чистейшей воды. Вот. И поэтому оно приобретает такие искаженные, можно сказать, что уролевые абсолютно формы. Потому что все это замешано на страсти. Просто на человеческой страсти. И так же, так называемая толерантность, терпимость, что ни в коем случае не говорите человеку, как ему жить. Ни в коем случае вы не можете пропагандировать свои духовные ценности. Нельзя этого делать. Позвольте всем жить, как они хотят. Это что? Это тоже так же человекоугодие. То есть, это древняя страсть. Просто она приобретает различные новые формы. Владислав Михайлович, у нас есть первый звонок. Давайте немного пробуемся. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте ваши вопросы. Больше простите и благословите. О, благословит вас. Вот такой у меня вопрос на Болгаре. Вот скажите, как заставить себя любить и уважать человека, когда видишь, что поступки его неблаговидны и даже отвратительны? Вот как заставить любить на себе убийцу? Человека-хищника? Вот и хочется относиться. Хочу. А не получается. Бежать хочется от человека. Спасибо, Господи. Да, спасибо за ваш вопрос. Вот, конечно, дорогая раба Божия, мы должны именно приучать к себе отделять грех как болезнь от личности человека. Потому что человек, он всегда остается образом и подобием Божиим. Но этот образ осквернен, он помрачен грехом. Он находится в болезненном состоянии. Но задумывается, но ведь и мы находимся также в болезненном состоянии. Вы говорите, что не можете себя заставить любить убийцу. Но давайте заглянем вовнутрь себя и подумаем. А у нас есть страсти. У нас есть гнев неприязнь к ближнему своему. Мы не совершали ли тяжких грехов, особенно раньше, в молодости? Ведь мы все хотим получить от Господа прощение. И каждый раз мы в молитве «Отче наш» произносим одни и те же слова. «Оставь нам долги наши, как мы оставляем должником нашим». И вот как себя заставить ближнего любить? А именно вдумываться в эти слова. Ведь Господь нас прощает только в одном случае. Если мы прощаем других людей. Иначе сказать, если мы других людей не прощаем, имеем к ним неприязнь, если мы их осуждаем, выносим им приговор, то тогда Господь потребует, чтобы и мы отвечали так же по всей строгости. Чтобы мы отвечали за все наши грехи. Нам же этого не хочется. Но мы хотим получить у Господа прощение. Мы не можем прощение заслужить. Мы не можем заработать своими делами. Сколько бы мы не сделали добрых дел, все равно мы совершали грехи. Нам придется отвечать за свои грехи. Поэтому прощение мы можем только вымолить, выпросить у Господа Бога. То есть, можем надеяться только на Его милосердие, Его снисхождение. Но Господь проявляет нам милосердие, если мы милосердны другим людям. Владислав Михайлович, давайте вернемся к нашей теме. Сегодня мы говорим с Вами о человекоугодии. Все-таки с церковной позицией, безусловно, это страсть. И мы говорим, что страсть человека угодия. Но вот позвольте я дам определение, может, с такой чисто мирской позиции, как мирской человек, допустим, что же такое человекоугодие. Это может быть всегда хорошим для всех. Вот для всех. Пусть у меня друг плохой, хороший, грешник или нет. Но я для него, вот в его глазах всегда хороший, его ни в чем не осуждаю. И, кстати, может быть, даже его неблаговидные поступки не осуждаю. Ну, разве это плохо? Вот быть хорошим для всех. Конечно же, мы должны именно свою страсть осуждения сдерживать. Но если мы видим, что человек явно грешит, и мы действительно любим его, по-настоящему любим, не плоткую любовью, вот страстную любовью, а любовью христианской, то мы действительно должны человеку помочь встать, подняться, избавиться от этого болота страстного, которое его затягивает, и показать человеку путь, если мы действительно человека любим. Потому что любовь человеческая и любовь христианская – это разные вещи. И вот когда мы избавляемся от страсти человеку угодия, то мы избавляемся от этого плотского огня, вот этой вот любви, любви нехристианской. И, как говорит нам опять же святитель Игнатий, когда мы избавимся от огня плотской любви, то приходит тогда огонь божественный, огонь любви христианской. И тогда мы можем любить всех людей, невзирая на их страсти, на их грехи. Но любить уже, любить с точки зрения христианина, именно ради того, чтобы помочь человеку войти в Царствие Небесное. Если мы видим, что человек сам себя губит, если он притыкается, если он немощен, то мы действительно можем человеку подсказать, а лучше всего еще и помолиться за него, и помочь ему сходить на исповедь, помочь ему с батюшкой познакомиться, который бы ему дал добрый совет. Вот это вот действительно есть настоящая помощь. Не просто человеку потворствовать и не обращать внимания на его греховные страсти, а именно помочь ему побороть в себе эти страсти. Но не всегда ведь такое может произойти. Я имею в виду, когда мы вот общаемся с людьми, мы же можем быть резкие или наоборот слишком мягкие. Человек нас может не понять, мы можем же ведь человека потерять на самом деле. Ну, да, здесь, конечно, надо помнить, что у нас по нашей немощи может быть и страсть примешиваться вроде бы и к нашим добрым делам. Мы, конечно, по своей слабости можем иногда и разгневаться, и, может быть, как-то и своим словом обидеть. Поэтому тут надо нам не столько надеяться на себя, на свои силы, на свой разум, сколько просить помощи у Бога, чтобы Господь нам помогал. Ведь когда человек сам соблюдает заповеди, когда он сам живет чистую жизнью, то, как говорит Давид, то сердце человеческое расширяется. Когда сердце человеческое становится действительно широким, и оно тогда охватывает других людей, человек как бы может поделиться своим сердцем с другими людям, пожертвовать самого себя ради других людей, он тогда только может поддержать, тогда может помочь. Если он сам спасается, как говорил преподобный Серафим Саровский, если ты сам спасаешься, то вокруг тебя спасутся тысячи. Вот именно если мы сами имеем в себе божественную благодать, то слово наше может стать тогда сильным, тогда стать действенным, тогда могут за нами и действительно люди пойти и послушать наших слов. Когда мы сами живем церковную жизнью, мы можем тогда и другого человека привести в церковную ограду. А если для нас это не серьезно, если мы, может, христиане лишь формальные только лишь, тогда мы, конечно же, не можем человеку помочь, потому что слово у нас будет слабое тогда, оно не будет действенным. Вот, например, такие великие светильники православной церкви, скажем, Иоанн Кронштадтский, вот этот великий батюшка такой, если мы возьмем книгу его проповедей, вот сейчас сборник его проповедей, почитаем, они очень простые, и там мы не найдем никаких-то вот таких витиеватостей, особенных таких вот богословских каких-то очень мудрых мыслей. Вот, он излагает, конечно, вещи самые простые, то есть, которые мог бы любой священник в любом приходе таким же образом объяснить. Но почему же к Иоанну Кронштадтску приезжали каждый день тысячи людей, и просто его слова так действовали, что люди менялись, менялись буквально за один день? Да потому что он сам искренне в это верил, и его простые слова имели необычайную силу, и он мог простым словом человека исцелить, помочь и направить на путь истины. Отец Михаил, у нас есть еще один звонок, здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте, у нас есть еще один звонок, Здравствуйте, это Раба Божья Мария из Подмосковья. Здравствуйте, Раба Божья Мария. Скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, я пытаюсь посвать девушке молодой, она старотая, и наши отношения дошли как раз вот до такой степени, что она начала как бы вот мне угождать во всем. и я для нее и кувыр, и я даже не знаю, как бы сказать правильно, но очень она ко мне как бы привязала, и я ей объясняю, что любить мы должны Христа, но очень она мне угождает, и я не знаю, что мне сделать, чтобы ее не обидеть, и чтобы она правильно себя вела, и по отношению ко мне, и ко всем остальным. Да, спасибо за ваш вопрос. Ну, конечно же, Мария, прежде всего, хорошо, что вы это замечаете, что вы видите, что в ваших отношениях присутствует некоторое отклонение, есть порог, и самое главное, надо замечать вот именно эту неправильность. Но хорошо, что вы своей подруге помогаете. Самое главное, чтобы вы все-таки ее вели по этому пути, но в то же время и пресекали, в то же время указывали, когда она в чем-то поступает неправильно. Обязательно об этом надо сказать духовнику, если он есть, чтобы батюшка также говорил с вашей подругой об этом на исповеди. У нас, у священников, тоже иногда бывает в отношении с нашими духовными чадами, с нашими прихожанами, бывает, к сожалению, вот такая ненормальность, когда именно прихожане начинают возносить своего батюшку, излишне, конечно, почитать его, он таким становится харизматическим лидером, но это также неправильно. И тут, конечно, надо замечать. Опять же, я оговорюсь, повторюсь, скажу, что наша человеческая природа находится в греховном падшем состоянии. К сожалению, часто и к добродетели так вот приклеиваются такие наши греховные пороки. Отец Михаил, ну а вот как тогда все-таки определить, положим, отношения искренние между людьми, коллективом или вообще, или же все-таки присутствуют нотки человеколюбия, человекоугодия в отношениях? Я думаю, что самое главное, нам не стоит именно бояться исполнять добродетель, не стоит бояться, что мы на этом пути можем что-то уклониться вправо или влево, споткнуться, сделать что-то неправильное. Самое главное, надо идти по этому пути. Как говорит хорошая русская пословица, волков бояться и в лес не ходить. То есть получается, что если мы будем так рассуждать, вот мы не сможем ничего исполнить, некую добродетель. Захотим мы, вот, например, приготовить себе обед, вот, и возьмем картошку и будем думать, а вдруг я начну картошку чистить и порежусь ножом, так мы тогда себе это дай, и сварить тогда обед не сможем. И так вот и в духовной жизни так же. Было бы у нас желание, было бы именно стремление и свою душу спасать, и ближнему помогать, и достичь вот именно христианской любви. Конечно, на этом пути могут быть преткновения, но сам, если Господь видит наше вот желание, если мы просим помощи у Господа Бога, то Господь обязательно поддержит и нас, и поможет, и подскажет нам, как поступать. Ходец Михайлович, ну вот все-таки нам ведь всегда хочется выглядеть перед другими людьми хорошо, ну, скрашивая все какие-то, может, свои отрицательные моменты, но ведь это же тоже отчасти можно назвать человекоугодием, когда мы вот частенько скрываемся под некоторыми личинами, да, масками, о которых часто сейчас любят рассуждать многие, да, вот маска на работе один, в семье другой, и вот так и так, и как бы вроде бы всем угождаю. Это плохо, или почему, и вообще вот отношение к таким вот маскам, что ли, человеческим? Ну, конечно, святые отцы учат нас тому, что человек должен стараться жить просто. Христианская простота, именно это не двуличность, когда человек, он всегда, все-таки, в любом месте, где он находился, он руководствуется Евангелием, вот, он не пытается подстроиться под компанию, под общество, а он именно думает о том, а как вот Христос, который на него смотрит в этот момент, как Христос к этому отнесется, как он посмотрит на его слова и на его дела, на его поступки. Вот именно об этом мы должны и думать. Вот если мы постоянно чувствуем на себе взгляд Божий, постоянно себе напоминаем, что Господь нас видит в любом состоянии, тогда вот мы и не пытаемся подстроиться под людей, пытаемся, прежде всего, угодить Господу Иисусу Христу. И святые отцы в связи с этим и учат нас вот такой очень важный добродетель, как постоянные молитвы, когда мы пытаемся свой ум постоянно возносить Господу Богу, когда мы постоянно пытаемся произносить слова молитвы Иисусовой и говорим, чтобы Господь помиловал нас, имеем память о Боге, то, естественно, мы тогда будем думать, что именно как Он отнесется к нашим поступкам, не люди в первую очередь, а именно Господь, как Он на это посмотрит. Но в то же время, конечно, по своему тщеславию мы пытаемся постоянно выглядеть лучше, постоянно вот что-то из себя изобразить, как даже говорит нам преподобный Иоанн Листочник, что все бесы, они радуются нашим падением, нашим грехам. Лишь только один демон, демон тщеславия, радуется нашим добрым делам. Получается, что падшие духи, они нас ждут и справа, и слева, со всех сторон. Совершаем мы грех, нам нечистые духи навязывают помыслы уныния, отчаяния, бесполезности, пути христианского. Совершаем мы доброе дело, опять дьявол нам навязывает тщеславие, гордость нас возносит. Но мы, христиане, должны соблюдать золотую середину, не уклоняться ни вправо, ни влево. Помнить, что в нас стреляют постоянно, и мы должны укрываться щитом. Каким щитом? Смирением. Мы должны постоянно себя укорять, укорять за свои грехи, и в то же время надеяться на милость Божию. Вот приходят к нам тщеславные помыслы, то мы должны себя укорить за свои грехи, напомнить нам свои падения, чтобы нам не гордиться. Отец Михаил, у нас есть еще один звонок, давайте немного прервемся. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, благословите, батюшка. Бог благословит вас. Раба Божья Ольга Стопского, у меня такая проблема в семье. Моя дочь с замужем, брак венчаный, но их отношения идут к разводу. Мне ее очень жаль, конечно, но я все же против развода. Она у меня не обещает быть. Батюшка, скажите, как мне себя вести, чтобы не отодвинуться сейчас, не оттолкнуть от себя ребенка и направить ее на стажерный путь? Конечно, это действительно беда и такое несчастье. Мне так вот однозначно очень трудно сказать, потому что я не знаю ситуации, по какой все-таки у них ухудшились отношения в семье. Но я думаю, что вы все равно правы, что надо до конца стремиться сохранить семью, во что бы то ни стало. И в первую очередь надо говорить о прощении, чтобы вот ваша дочь, пускай там ее супруг чем-то оскорбил, обидел, пусть она это признает, но пусть она попытается простить. Тем более, если у них есть дети, то надо жить в первую очередь уже ради детей, не ради своих чувств, вот именно, а ради детей. Тут уже исполнять вот именно родительский долг в первую очередь. Мне кажется, надо говорить об этом обязательно с ней. Денис Михайлович, у нас остается немного времени до окончания эфира. И вот, может быть, последний вопрос, так сказать, как завершающий, тоже бы хотелось задать вам. А вот некоторые люди вообще сами по себе любят, когда им льстят. И как-то вот они говорят хорошо. Как вы считаете, ну в чем обман опять же таких отношений? Ведь это же действительно тоже обман. И люди сами на это идут. Ну, здесь, мне кажется, само слово, если мы разберем лесть, лесть это ложь. И прелесть, вот это вот неправильное состояние, в котором, как говорит Святелина Ибричининов, находится все человечество, это самообман. И действительно, будет ли польза человеку, если его люди обманывают, если его возносят, он сам о себе состоит неправильное мнение о себе. То есть у него нету трезвого взгляда на себя, на свои дела и на свои поступки. Конечно же, для человека это пагубно, когда он и сам самобольщается, и люди таким образом обманывают, его вводят неправильное состояние, то это, конечно же, именно такое чувство абсолютно не христианское. И я думаю, что тут полезного и однозначно ничего для человека нет. Только вред, конечно, это принесет. Отец Михаил Лоу, что же в завершение нашей программы, какой можно было бы сделать вывод, итог по нашей сегодняшней беседе для наших уважаемых телезавителей? Ну, итог, конечно, может быть один, чтобы нам соблюдать евангельские заповеди. И вот, когда мы живем по Евангелию, то приобретаем любовь. Вот, как говорит нам апостол Павел, если я буду угождать людям, то могу ли я угодить Богу? И, как говорит нам пророк Давид, Бог рассыпал кости человекоугодников. То есть человек, когда он угождает людям, у него не остается уже сил угождать Богу. У него нет уже энергии, не остается сил. И поэтому, в первую очередь, нам нужно стремиться, чтобы угодить Господу нашему, Иисусу Христу. Угождаем мы Ему, и тогда мы можем и ближнему помочь. Вот что хотелось бы пожаловать. Спасибо вам, отец Михаил, еще раз за нашу сегодняшнюю беседу, благословите наших телезрителей. Бог благословит вас все, дорогие братья и сестры. Спасибо вас, Господи. Ну что же, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»!